Продолжение следует... 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 Скажите, не правда ли это вызов? Я вижу, что это вызов. Вы понимаете, что это вопрос не просто грамотное составление или пересмотрение учебного плана, но и наше взаимоотношение с другими людьми в нашем институте. Мы к чему-то призываем, и это же должны сами исполнять. Мы призываем что-то делать, и должны сами это делать. Это вызов лидера. И эти три дня мы говорим о том, что лидеры в своем поведении моделируют то, что другие люди потом будут копировать и делать. Третье, что мы прочитаем, это послание к евреям 13.7. Я думаю, что многие знают это наизусть, потому что часто цитируют. Помните ваших наставников, которые учили вас Божьему Слову, и несмотря на добрые результаты их жизни, подражайте их вере. Не правда ли прекрасно, когда студенты запоминают своих наставников и лидеров, особенно когда они какие-то подарки нам дарят. Когда к нам студенты приходят и говорят, спасибо учитель, спасибо лидер. Но здесь тоже есть отрывок, где говорит, смотрите на добрые дела жизни и подражайте их вере. Как замечательно, когда мы всей нашей жизни следуем за Богом, и это позитивно отражается на других людях. Чтобы другие могли подражать нам, то есть говорить, что то, как живет этот человек, я тоже так хочу. Или они приходят к нам в служение, потому что они видят что-то в нас. Недавно этот стих бросил мне вызов, потому что один из ключевых лидеров в Таиланде, оказалось, что он жил в отношениях с женщиной больше, чем 10 лет, незаконно. Хотя он вроде бы один из влиятельных человек в школе. Много лет он руководил этой школой. Два-три года назад буквально он вышел на пенсию. Все еще продолжал учить там. По всей стране он был очень известен, поэтому я не буду называть его имени. Все христиане очень хорошо его знали. И люди были в шоке. Смотрите, что говорится. Смотри на добрый результат их жизни и их пути. Что-то с нами происходит, когда мы видим такие результаты. Когда он еще был ректором семинарии, он уже жил во грехе. И многие люди были поражены, как такое может быть, чтобы такой человек жил в такой небогодухновенной жизни. И, честно говоря, смущает меня. Я хотел бы, чтобы в конце моего пути люди смотрели и говорили, этот человек был верен. Смотрите на добрый результат нашей жизни, чтобы другие могли подражать нам. И правда ли это? Это есть вызов. Мы не просто составляем разные предметы вместе. Вся наша жизнь, вся наша личная жизнь, наша персональность, все это вовлекается в это формирование. Вы верите, что в то, чем вы занимаетесь, вашу роль как лидера вливается вся ваша жизнь, ваши отношения? Я помню, когда я был деканом, как студенты внимательно пристально вглядывались в каждый поступок в мою жизнь. Им не только было интересно расписание, которое я получал или курсы, но они наблюдали за мной. И никогда не забуду один случай в семинарии. Я шел по коридору. И студент подошел ко мне. Он на тайском сказал, педагог, учитель. У вас проблема какая-то? Выглядываете так несчастным? И я подумал, ух ты. Я хотел сказать, подожди, у меня нет проблем. Ну, может, я там в конце дня выглядел уставшим. Но, смотрите, студент смотрел и что-то увидел или почувствовал что-то. Как часто, скажите, студенты наблюдают за нами и делают какие-то умозаключения о нашей жизни? Мы уже уяснили, что мы сами являемся частью всей этой процесса обучения, формирования роли лидера. Я хотел начать с этого размышления, потому что, когда мы учимся, я не хотел, чтобы мы подходили ко всему с технической стороны, как мы это делаем. Потому что, как мы сегодня говорили об этом утром, мы хотим, чтобы мы это делаем. Мы хотим, чтобы наши студенты менялись. Но сейчас мы хотим немножко поговорить о нашей роли в формировании учебного расплата. Я сейчас немножко подчеркну несколько ключевых, на мой взгляд, мыслей, а потом выслушаем несколько докладов по вашему опыту. Начинаем с того, будем говорить о вызовах академического командителя. Просто мы являемся всего лишь инструментами в том, чтобы сформировать грамотный учебный план расписания, по которому бы сам учащийся студент изменился бы. Формальное или неформальное обучение. Формальное или неформальное обучение. Если здесь присутствует организация курсов. Мы всего лишь инструментами, чтобы сделать весь этот учебный процесс эффективным. Важно говорить об интеллектуальном и академическом развитии. Важно совмещение вместе и академического, и духовного развития, и также не забывать о развитии профессиональных способностей. Академический визер, он, руководитель, находится во главе. Я не знаю, кто из вас ректор в семинарии. Я должен перед вами извиниться. Иногда, когда я записываю в круге название, меня часто поправляют, что не-не, мое имя должно быть в центре. Я тоже верю, что ректор самый главный институт. Мы сейчас говорим о формировании нашего грамотного расписания, как формировании всего института и процесса обучения. Конечно, формируется расписание, прежде всего, когда лидер обучается с преподавателями. Непрерывные связи со студентами. Иногда есть какой-то совет. И, конечно же, руководитель с ним непосредственно связан. Конечно, имеет место и администрация. Все зависит от системы работы вашего семинара. Потому что каждый фрагмент вашей структуры имеет непосредственное влияние на лечебное расписание. Это зависит от того, как организовывать ваши семинарии. К примеру, если есть библиотека и она как-то соединена с администрацией, то руководитель должен непосредственно быть в контакте с библиотекой, чтобы у студентов, учащихся и преподавателей были все необходимы. Все ресурсы для улучшения знаний. Также руководитель должен быть непосредственно связан с церковью и поместной. Иногда мы называем это конституцией. Я не знаю, что вы говорите. Это все, что поддерживают институцию. Это может быть церковь, это может быть организация миссионная организация. Все, с чем связано семинарии и для чего работают, куда потом переходят все учебники. Но, потому что мы говорили много о учебнике. Мы должны сказать, что церковь нужна. И это влияние оказывает на учебный план. Сам руководитель должен обозревать каждый проект этой структуры, чтобы знать, как грамотно сформировать учебный план. Потому что церковь может сформировать запрос, учите студентов этому. А руководитель говорит, подождите, мы не можем учить всему, чему вы хотите. Поэтому очень важна роль руководителя в формировании учебного расписания. Или положим, профессор какой-то может разработать программу и сказать, давайте начнем ее. Так что он должен осуществить, что учебники предлагают, и потом вернуться и сказать, что это наш куррикулум. Мы только можем делать так много в нашем куррикулуме. Тогда лидер должен внимательно отнестись, рассмотреть и в конце концов ответить. Сказать, что вот это, такой это наш учебный план, и мы не можем делать все, но вот что мы можем. Но, опять-таки, задача не просто в упорядочивании курсов и составлении учебного плана. Также академический руководитель оказывает непосредственное влияние на каждое из этих фрагментов, на преподавателей, на то, как курсы проводятся. Большое влияние. Руководитель отслеживает внимание в голове все процессы. Он отслеживает и старается влиять, поддерживать, помогать. Скажите, как получается, что руководитель делает это? Каким способом? Я не знаю, должен ли ваш преподаватель в семинарии писать отчет, выбирать краткий конспект предметов? Да? Во всех? Иногда, не все. Иногда. 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 Некоторые. Иногда. две разные вещи нет, вот стилабус это миллитр, а в основном нет курса писание по-другому писание однозначности, а еще профессор говорил конспект это ту, а то другую нет, ну что без стилабуса конспекта так, короткая версия конспекта о, нет, только конспекта короткая версия, в смысле, что руководитель имеет ввиду, что руководитель должен вычитать и согласован с ним будет, чтобы не подаваться так, что руководитель должен вычитывать все ссылабусы, я имею в виду, что это объективно и контент ссылабус ссылабус, да ссылабус, да they say they also have 25 петли 1 петли 1 петли, да they once said that they all have this syllabus, short version, so sometimes they can get the full version 25 петли I mean, small description of all the lessons all of all the lessons, ok, ok, that's different, there's a lesson there but to have the syllabus, what we call syllabus, usually objectives, the way, how you teach it and so on ok 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 my point is only here ok, ok the only point here is in shaping the curriculum we need to know what the different professors are teaching in their classes I don't know, do you have this practice that a lot of professors need to submit the syllabus of the course and the academic leader yes yes and making suggestions yes and making suggestions yes 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 you know, in one institution, the decan told me and said, well, there is a professor, he only has five lines every semester, and he writes, this is what I want to do in my class, and this is what he submits at syllabus. one of the decan told me, that a teacher, who is working, that a teacher, 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 that a teacher has such an important role to play in bringing these things together, that all the courses are taught, so that the whole curriculum is fulfilled in the objectives. Ja. and that… the academic leader, that it is to make sure, that everything is being done in the curriculum, so that the mission and the vision of the institution is being fulfilled. Потому что, прежде всего, ответственность руководителя смотреть, чтобы через этот грамотный учебный план реализовывалась миссия университетная. Ну, конечно, в некоторых университетах, в их семинариях будет пересматриваться учебный план, какие-то вносить изменения. Ну, скажите, какая вот роль руководителя в этой вот области изменения, которую он вносит? Я не думаю, что многие семинарии начинают с нуля. У нас уже есть какие-то учебные планы, уже есть какие-то, в принципе, программы. Но что нам нужно, это иногда пересматривать наше расписание. И сейчас я хочу поделиться своим опытом. В моей семинарии у нас есть программы на бакалавра и на мастера искусства. Недавно мы хотели пересмотреть программы мастера искусства. И один из моих главных вопросов был, мы хотим сделать какой-то косметический ремонт этой программы? Или мы хотим фундаментально перестроить, пересмотреть ключевые вещи? Что я имею в виду под словом «косметический ремонт»? Это я имею в виду, мы пересматриваем расписание и говорим, вот этот предмет может быть не так актуален, давайте заменим другим предметом. Можно в каком-то смысле сделать минимальное изменение. Или сказать, давайте немного по определенному предмету добавим чуть больше информации в какой-то области. Я называю это «косметический ремонт». Может, вы можете по-другому позвать. Но можно, в принципе, другая степень, это пересмотреть все, фундаментальный капитальный ремонт сделать, переоценить все ценности и все цели, которые мы хотели достичь. Я был руководителем деканом, чтобы моей ответственности было именно запустить этот процесс, тотального пересмотра всего. Но вы понимаете, что такие глобальные перемены – это не дело одного человека. Все зависит от всего университета. Бывают такие семинарии, где декан говорит, так, мы это меняем, и на следующий семестр все меняется. Есть такие вот семинарии? Или где потом ректор может сказать, так, в следующий семестр делаем все по-другому? Нет. Есть какие-то? Что я задаю? Нет, я просто задаю информацию. Обычно это дело не одного человека, делать такие перемены, но все равно в этом процессе, где есть много людей, руководители занимают ключевого уровня. Потому что у нас нехватка времени, я сейчас скажу пару месяцев моего университета, и я думаю, что некоторые люди могут тоже поделиться, какие изменения они пережили в своих университетах, семинариях. Итак, у нас есть разные отделения в нашей программе магистров. И вот здесь разные есть в этом столбце, который я сейчас показал, есть разные отделы, на которые мы обращаем особенно внимания. И как много кредитов пойдет в каждой из этих различных областей исследований. Вот эти кредиты, предметы определенные. Предметы по специализации. Предметы по специализации. Хорошо? Хорошо. Ну все понятно, да? Ну все понятно, да? Когда мы составляем таблицу, заняло некоторое время, пока каждый из преподавателей согласился. И здесь еще даже нет места предметам, которые мы преподаем. Здесь просто какие-то акценты, влияние, которые мы делаем в разных областях знаний. Аккредитационная комиссия, конечно, сама вносит какие-то свои требования по внесению определенных ритмических часов. Следующий шаг. Мы расписали, помимо областей предметов, мы расписали непосредственно, какие будут занятия, какие будут предметы. То есть, это программа магистров библейских, извините, библейских, библейских. Но мы всегда, по примеру, мы решили, что учебный курс не будет включен в total credits they need for graduation. Но интересно, что научное исследование, как предмет, мы установили факультативно. Или, так скажу, что духовное формирование тоже мы включили факультативно. Итак, у нас есть изучение библии, богословия, миссиология, профессиональные специализации. Это очень сложно было сделать. Руководитель должен был собрать вместе всех преподавателей. Смотрите, если вам нужно убрать какой-то предмет, но у вас все еще есть человек, который хочет преподавать, будет сложно его убрать. Особая сложность – это просто перераспределение курсов, когда вы просто вашим преподавателям раздаете. Ты будешь это преподавать, а ты это. Для меня, как академический лидер, в формировании этого программа, исследования и куррикулума, я должен был общаться с факультетом. Я был ответственен за то, чтобы общаться с нашим ректором. Конечно, наш ректор был тоже часть преподавательского состава, и его, прежде всего, нужно было убедить в том, чтобы начать двигаться в новом направлении. Слава Богу, что Совет не вмешивался в наше решение и не доверял нам. Но я вам сейчас покажу, что я должен был сделать сам. Я думаю, что это было в 2005 году, когда мы сделали это. Это было 10 лет назад. Эти изменения были внесены 10 лет назад. Я был ответственен за то, чтобы подготовить все встречи с нашим преподавательским составом. Готовить список проблем, которые нужно было осветить, и список предложений, которые нужно было внести по изменению. Нам не нужно все это читать сейчас, но это просто пример того, сколько работы руководитель должен делать заранее. Я сказал в начале, что академический лидер инструментально в форме все, и приводит людей вместе, приводит все вместе, чтобы куррикулум будет работать очень хорошо. Я хочу сказать, что сам руководитель ответственный за то, чтобы собрать всех воедино, объединить идеи, реорганизовать все и запустить процесс. Скажите, есть ли какие-то сейчас вопросы? Может быть даже комментарии, если хочешь поделиться? Немного сложно, потому что мы не видим, что там показывают нам. Ценность того, что там есть, она как бы нам непонятна. То есть это нам показывает, что учебный план, который был и который стал. Нам показали что? Нам учебный план показали переделку. Что вы показали нам? Это просто куррикул? Это... Окей, у нас есть программы, мы называем это... Это МДФ куррикулум. Это мастер... Это расписание по разным программам. Это МДФ куррикулум. Расписание или учебный план? Учебный план. План, план, план. Да, план. Куррикулум. Да. У нас все вместе, вот так. Если можно, я прокомментирую, то есть, что я... Окей, хорошо. Я? Я пошел. Не видно, вот здесь, на тупичке, блоки программы, там, библиистика, богословие, история церкви. Список предметов по специализациям. Мессиология, пастырское богословие, мессиология. Как это в духовности и духовной жизни, у нас в богословии, да? Библиистики. Количество семестров. Четыре семестра, шесть. Шесть. Затем, вот по каждому блоку указано количество кредитов и список предметов. То есть, на это количество кредитов. А дальше можно? А, то есть, куррикулон в форме? В форме таблицы. Получается, учебный план. А, и, да, это учебный план и... И на объем. Да, вот предметы по выбору. Шесть кредитов предметов по выбору. И плюс магистрской диссертации шесть кредитов. А у нас сколько? 28. Ха-ха-ха-ха. Я шучу. Ха-ха-ха-ха. Тогда вопрос. А с этого учебный план до вопроса. Игдези, извиняя, крюклым, богореклашим. Нам вчера рассказывали, что учебный план должен содержать как формальный, так и неформальный аспект пребывания студента на кампусе. Как в этом учебном плане отражен неформальный аспект, и как по неформальному аспекту велась работа с преподавательским составом. И были ли внесены изменения. Потому что дисциплина-то понятна. Учебный план, учебный план, формальный аспект. Анатолий, вы вчера рассказывали про неформатика. Еще один. Интересно, в книжках. Частос спит на книжках. Как хитен курикулянен? Да, да. Это основа вопроса. Что это? Как хитен курикулянен? Как хитен курикулянен? Да. Информально. Это формальное расписание, которое мы составили сейчас, чтобы люди могли видеть предметы. Кухня, составление неформального расписания учебного плана, она составляется параллельно с этим, отдельно в общении руководителя и преподавателя. Обычно он поэтому и неформально, что формально он никак не отражает. Я не уверен, что мы все имеем同じ definительность хитиного куррегула. Да, в основном перешал. И теперь мы должны посмотреть этот новый книг на старую версию хитиного куррегула. В 2008-2007. Да, да. Все активности, которые неформально происходят в встрече со студентами и общении, они не ставлены на эти предметы. Конечно, студенческая жизнь здесь не отражается, духовная жизнь здесь не отражается. Это просто формальный список предметов, которые будут изучаться для наглядности. И я говорил раньше, что академический руководитель даже нужно идти в деталях и в формировании этого куррегула. Что действительно происходит в учебном учебном заведении. Как мы знаем, какие предметы будут преподаваться учителями? Ну, очень большая часть это когда каждый преподаватель дает какой-то отчет, план урока. И, конечно же, неформальное расписание уже имеет место, когда он получает дополнительную информацию из каких-то опросов, из дополнительных заданий. То есть, допустим, учитель приходит ли преподавать вовремя? Это часть этого неформального расписания, как мы преподаем? Вот один из нескольких вопросов. Преподаватель, хорошо ли готов к уроку? Всегда ли он там? Есть ли ему чем-то новым поделиться, что он новый узнает в своей жизни? Хорошо? Хорошо? Я думаю, что хитинное куррегула в все это, вы видите? Он говорит, я вижу в этом формально неформальное расписание. То, что сквозит во всем институте. Хорошо? Я не думаю, что это модель для всех. Я просто хочу выяснить, что мы делали, когда мы сказали, что мы хотели формировать наш куррикулум. И мы были в процессе, где академический лидер играл роль в связи с другими. Я вам показываю сейчас конкурсальные расписания для каждого учебного заведения. Я просто хотел сказать, что когда я был руководителем, это результат той работы, которую мы провели вместе с преподавателями, чтобы реорганизовать старый учебный план. Для меня, как и для руководителя, это был очень большой вызов сформировать этот новый учебный план. Кроме этого документа, такого сводного, составил преподаватель еще какой-то? Например, у нас есть такое понятие академический календарь или еще что-то. Такие тоже общие. Или это был единственный основной документ, сводный? Да, конечно, расписание всего того, что происходило в течение года, это дополнительно было все сделано. Это просто список предметов и непорядочное. Последний короткий вопрос. Сколько времени ушло на реорганизацию учебного планета? Сколько времени вы потратили? Мы потратили много неделю, потому что... Я не могу сказать вам одну вещь. Мы должны изменять в нашей институции от многих 2-х кредитных курсов до 3-х кредитных курсов. Нужно было реорганизовать расписание полностью, потому что были 2-х кредитных предметы и привести их в разряд 3-х кредитных предметов. Сколько времени? Сколько времени? Ну, сколько времени? Ну, сколько времени? Я не 100% уверен, что это за несколько недель и месяц может быть. Просто нам предстояла задача, нужно было очень быстро переменить систему, которая уже много-много-много лет работала и курсторела. Ну, вот один из вопросов, который мы уже обсуждали, есть ли какое-то содержание предметов, которое не отвечает контексту, который происходит? Или опять новый контекст, который не дражается в содержании. Вот почему мы так заняли это время. Нужно, чтобы руководитель собрал всех и донес до каждого все изменения, которые будут, выслушал мнение, объяснил каждому, чтобы каждый мог сказать, что да, это теперь наше новое расписание. И я могу лишь сказать, что это не всегда легко, как академический лидер, приводить людей вместе, приводить всю информацию вместе, приводить все эти вещи вместе и формировать все, чтобы у нас есть все вещи в месте, которые наш куррикулум может развиваться. Быть руководителем совершенно непросто, потому что собрать всех людей вместе, собрать у них всю информацию необходимую, переработать, все упорядочить и составить расписание, которое вы работали, это непростая задача. Хорошо? Хорошо? Он с кем-то согласовал это, кто-то утверждает этот, так сказать, учебный план. Может быть, это ваша решение? Да. Стоит ли вам решения, чтобы решать эту новую межуководительность? Нет. Для человека você нужна эта решение? Вы нужны за решение? У нас нужны за решение нашей внутренней структуры, это означает, что у нас есть комитет, который, наконец, от faster сшимомahahaем. Нет, к совету не нужно было идти, но есть специальный комитет, который состоит из разных людей, которые входят во всех сторонах семинарий, они должны были. Но, с другой стороны, есть такие случаи, когда именно какая-то непосредственная деноминация, то есть конфессия организовала семинарии, и тут нужно уже перед духовными лидерами одобрение получить, опрограммированную. Но иногда она заставляет делать какие-то изменения из-за аккредитации, которую мы предложили. У нас были вот двухчасовые кредитные модели, а аккредитационная комиссия сказала, что вам нужно все это пересмотреть и изменить, реструктурировать. И вот как раз в этот момент мне пришлось выйти руководителем семинария. В общем, большая радость моя была участвовать в этом процессе, чтобы пересознать, что мы делаем, что нам нужно делать и как это соотносится с нашей миссией. Когда нужно было переписать нашу миссию, обсудить и выяснить, что нам включать в новое расписание, что не включать. И даже, в общем, мы когда пересмотрели расписание, мы придумали, там была новая специальность, связанная с миссией, но, к сожалению, она так и не смогла потом запуститься, заработать в полной мере. Мне кажется, каждый институт должен иметь свою миссию. Для нас была формулирована миссия, мы хотим многие годы обучать мужчин и женщин для реализации миссии в Таиланде. И, когда мы переосмысливали миссию, мы поняли, что мы хотим работать не просто на Таиланде, но за границами Таиланда также. И поэтому нам пришлось добавить что-то. Но, вы видите, это только маленькая добавка, что мы хотим делать что-то в том числе на миссии. Но это вот было, эта графа и стала поправкой нашей, потому что мы сознавали важность миссии. Но вопрос, конечно, был не просто реорганизация учебного плана, а в том, чтобы просто сфокусироваться на нужных людей, которые живут за границей, за Таиланду. Мы просто хотели также побудить людей, кто хотел служить тайским людям, чтобы они оставались не просто в стране, но ехали в Азию. Кто-то даже перегревал в Штаты. И вот эта утверждение как-то сформулированная миссия, она непосредственно оказывается влияние на наше расписание. Я думаю, чтобы раскрыть лучше эту тему, я попросил Стива и Кевина тоже поделиться. Вот опытом внесения изменений расписаний, когда они были руководителями. Я считаю, что чем больше мы услышим живых свидетельств, тем будет яснее тема. Простите, вот обычный парк, который четвером несут, а я вот так вот. И также, после этого, есть возможность спросить больше вопросов о академических лидерах и обеспечении курикулами. Есть больше возможности спросить. Да, сейчас мы с вами будем общаться на эту тему, слышать живые свидетельства. И потом вы сможете задать любые вопросы, потому что мы хотели бы больше общаться на тему внесения изменений и роли лидерства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот в моем случае все изменения в расписании были связаны с регулярной переоценкой. My school requires a full review of the program every five years. У меня, у нас в нашем семинаре, обязательное требование каждые пять лет пересматривать программу. So, at least, in the history of our program, at least every five years, everything was being reexamined. То есть, исторически так сложилось, что каждые пять лет пересматривалась вся программа, каждый предмет. And a lot of the times we were pretty quick to reaffirm the importance of different aspects of the curriculum, but then began asking questions about whether some other parts were suited for our students well or not. И поэтому получилось так, что каждые пять лет определенные акценты смещаются в нашем программе, но тогда мы начинаем задавать вопрос, когда мы обращаем внимание на какую-то деталь, а не ущемляется при этом все остальные части программы. For example, when I first got there, we had, this is a doctoral program, we had two courses in research methodology. And in the review of our program and in talking among the faculty, felt that we were not providing enough in that area. И мы поняли, что мы недостаточно хорошо оснащаем предметов учащихся в этой области. One of the great values of regular assessment is it stimulates faculty conversation. Что хорошо в этой переоценке регулярной, то, что это стимулирует общение и разговор. So, as you look at the evidence that you have, you're talking together about, is this an issue or not? If it is an issue, how might we address it? Когда вы регулярно встречаетесь и начинаете обсуждать те итоги, которые, вот, к чему пришли, то вы приходите к таким размышлениям, на это стоит обратить внимание или не стоит, а это проблема или это, наоборот, все хорошо. Ну, конечно же, какое-то изменение, какие-то переосмысления в расписании связано с тем, что меняется преподавательский состав, и вы нанимаете нового человека. And sometimes you don't know all of what you're getting in a new faculty member until after they are with you and have been teaching for a while. So, we have a faculty member that joined us a little over three years ago. And as the director of the program, I thought I knew how he would fit best in our teaching lineup. But once he settled into the position, he began talking with me about ideas he had for new elective courses. And he brought ideas that we needed to think about, things we had not thought of before. So, as he has gotten into the job, and we've had these conversations, it's caused the rest of the faculty to ask questions like, oh, he has that one course, maybe all of our students should take that course. So, this is a dynamic process in light of who you have teaching and the feedback you get in the regular review process. I think that's a good start. In my ministry life, I've had the two occasions, not so much curricular revision, but actually creating new programs. And I had no idea what I was doing the first time. When we moved to Brazil, the seminary they had would have been closed for about 15 years. And the church leadership wanted a Canadian and me to reopen it. And the church leadership wanted a Canadian and me to reopen it. And my Canadian friend got on a bus. And he went to about 20 different schools to see what they were teaching. And when he came back, he wanted us to teach all of it. So, we had this massive list of courses to teach. And we didn't have the common sense to know what not to teach. So, my exposure to curriculum evaluation was learning how to make sense out of the nonsense that we made. So, we moved to Mozambique 10 years later. Через 10 лет мы переселились в Mozambique. And the church wanted me to reopen their seminary. И церковь просила, чтобы я опять открыл там seminary. Which had been closed for over 20 years. А та семинария была закрыта уже 20 лет. Because of the war. Из-за войны. I was a little bit smarter. На тот момент я уже был умнее. So, I went looking for the old curriculum. И я посмотрел старое расписание. And it took some work. И потребовалось работать. But I finally found the original curriculum. Но я нашел хорошее оригинальное первоначальное расписание. Which still had the name of the Baptist seminary in Lisbon. На котором было еще, получается, имя старой европейской. Because that's what they taught in those days. Потому что в то время по тем планам учились. And then we did a series of interviews with pastors. И потом мы пообщались с несколькими пасторами. To try to understand how, what they thought was a sacred curriculum. И мы попытались понять, как они понимают слово, учебное расписание. Could actually be adapted to serve the needs of Mozambique 20 years later. И как этот учебный план на тот момент мог послужить нужным. And then we built into that, what Kevin describes. И вот мы настроили то, что Kevin написал. That every single course we taught, we did a thorough evaluation of. И мы, получается, описали, просмотрели каждый курс, который мы преподавали. And in the early years, we revised the courses immediately after teaching them. И как только мы стартовали, мы сразу же, когда курс заканчивался, сразу же пересматривали его и старались что-то менять. Because we were pretty sure they didn't fit well. Потому что уже создавали, мы понимали, что будут ошибки. And so we did more radical changes in the beginning. Вначале было очень много таких радикальных изменений. And then as time went on, it settled into a bit more organized program. И чем больше мы работали над программой, чем больше времени проходило, тем более незначительными были изменения. So that's my two experiences. Ну, вот это два разных опыта. Can I add one more thing? Yesterday I mentioned an advisory board. Вот вчера я говорил о совете советников. And at my school, in our department, we decided to put an advisory board together. And we recruited about 20 ministry leaders to come and meet with us twice a year. Помните, я говорил, что два раза в год мы собираем лидеров разных служений из церкви и встречаемся с ними за обедом. And the time that we had with the board was split between two kinds of conversations. И время, помните, мы встречи разделили на две части. Part of it was our listening to them. Tell us what's happening in ministry where you are. Часть времени мы посвящали тому, что мы просто слушали, что нового происходит в служениях, которыми вы занимаетесь. You know, tell us about some of the challenges, new things that are happening. Расскажите о вызовах, о каких-то новых вещах, которые происходят. The other part of the conversation was, if we had been thinking about changing something in our programming, we would share it with them and ask for their feedback. Вторая часть, это когда мы хотели внести какие-то изменения в наши программы, мы хотели, чтобы эти служители в первую очередь узнали об этом и узнать их мнение. Because sometimes there can be ideas that make sense to your faculty, but when ministry leaders hear about it, they may have a little different perspective on it. Конечно, иногда могут некоторые идеи прийти в голову преподавателям, которые не всегда будут одобрены и могут даже критиковаться со стороны служителей. So we took seriously the feedback that we got, and it helped us make wiser decisions in how to make some revisions in the curriculum. Мы, конечно же, всерьезно слушали всю информацию, всю критику и все любые мысли, мнения по поводу наших новых идей и старались менять наше расписание в соответствии с тем, что услышали. И мы тогда готовили программу для тех, кто учился, и для тех, кто уже был выпускником, как в ангист Артуре. И мы, конечно, вслушивали внимательное мнение, что хотели сказать церковные лидеры. Хотелось спросить, есть ли у вас какие-то вопросы, или же, может быть, какой-то опыт, в целом, вы могли бы поделиться, как вы составляли или вносили изменения в такие расписания у вас в семинарии? Могут ли профессора поделиться опытом, как они вынуждены были вносить изменения ввиду аккредитации? Аккредитационный совет, коллеги попросил что-то, и как они это разрешили? с этим молитвом, может быть, именно на tho. Я не знаю, как вы думете, но мы должны определиться, как они сказали, что нужно, Он говорит, да, конечно, когда нам аккредитационная комиссия говорила, что именно этот список предметов для вас обязательный, конечно, нам приходилось изменять под этот список все. Но, слава Богу, они давали нам достаточно свободы, чтобы организовывать все предметы так, как нам было необходимо. Но, конечно, были какие-то вещи, которые нам пришлось изменить. Потому что, конечно же, эти списания связаны не просто часами, но и с мнением студентов, которые ожидали что-то другое, и поэтому мы тоже меняли согласно тому, чего хотели. Немного лет назад я работал с Леваноной несколько лет назад несколькими семинариями. И они хотели, опять-таки, пересмотреть свои учебные планы. И тоже были требования от аккредитационной комиссии. Но они хотели еще на все три школы одну общую программу. То есть, им нужно было переоценить, переосмыслить каждый курс. И вот, согласно упражнению, которое Кевин говорил сегодня утром, И вот, опять-таки, мы задавали вопрос, какие вот ключевые вещи, которые мы хотели бы воплотить в жизни наших студентов. И это заняло почти два года, чтобы просмотреть каждое занятие, которое они преподавали. И посмотреть, что из того, что необходимо, как ключевой результат, этот класс при нём занятии привнесло в жизнь студентов. И интересно было узнать, что несколько предметов, которые все так любили, Они вообще никак не влияли на фундаментальные выходы, выводы, которые приходили. И они были другие результаты, для которых они не были в любви в семинарии. Были какие-то вещи, которые требовались впоследствии от студента, но которые не учили в семинарии. То есть, они не просто как-то пытались ввести в баланс между предметами и семинарами, расписались. Чтобы равномерно распределить расписание предметов. Они потратили время на то, чтобы пересмотреть каждый предмет. И составить из них порядок, чтобы посмотреть, что из знаний было фундаментально для достижения цели, которые они хотели. И это был проект, который каждый учитель ввел в какой-то вклад. И все деканы участвовали в этом. И они также собирали информацию и со стороны церкви поместной, и со стороны студентов. И это было два полного года. Но им понравился результат. Вы сказали, что когда Вы приехали в Африку, организовав семинарию, Вы каждый раз после преподавания какого-то курса анализировали и вносили в него изменения. Вопрос мой заключается в следующем. Вот у Вас есть преподаватель, например, который разработал такой курс. Этот преподаватель какого-то леверализм. И Вы, допустим, ему говорите, что если здесь надо внести изменения в курс, потому что это соответствует нашим целям. А он противится Вам и говорит, что ну как бы я не хочу этих изменений, потому что к чему Вы будете заставлять меня обнести эти изменения. Я считаю, вот так как считаю, поэтому вот мой курс, и я никаких заменений носить не буду. Были ли у Вас такие ситуации? Если нет, то как Вы поступали и общались с такими преподавателями? Это более вопрос для Стива. Так что Вы были в Африке, и Вы нам сказали, что каждый год Вы революции и революции свои вопросы. Например, в семинаре имеют такой учитель, и его вопросы есть готовы, но это полнота от либеральной теологии. Если переносите на опыт из Африки, то зависит, в какой фриканской стране он находится. То, что можно было бы скормить его львам. Нет ничего важнее в вашем расписании, чем ваши преподаватели. И действительно нужно узнать и находить способы слышать во что они верят. И если мы пытаемся привить студентам любовь к Слову Бога, то это абсолютно важно, что учителя любят Слову Бога. Просто необходимо иметь учителя, который любит Слову Бога. Как-то должна быть выставлена система, где каждый год преподаватели должны подтверждать, подписываться под списком ценностей школы или семинарий. И если преподавать, он больше не согласен с нашим Богословником. Поверьте, мы не помогаем ни студентам, ни нашим церквям, если оставляем такого Богословника. Если они не согласны с основами нашей веры, нам нужно сохранить себя, наш институт, от того, что преподавали в нем такие люди. И это, кстати, также связано и с церковью поместным. Если, скажем, я склонен к пятидесятничеству, в семинарии, которые, в общем-то, не разделяют между средствами, чтобы эти студентам подготовиться в поместных церквях. Конечно, в семинарии богословская позиция преподавателя очень важна, чтобы она соответствовала. Ну, конечно, тяжело очень с некоторыми законами в некоторых странах. И бывает так, что очень тяжело избавиться от плохих преподавателей. Вот в Ливане, вот эти три школы, которые, как я говорю, три семинарии, had, as a director, a very important man within the evangelical church of Lebanon. Он был, директор, был очень важным человеком в церкви христианской в Ливане. When you thought of the evangelical church, you thought of this man. When you thought of the evangelical church, you thought of this man. And he was a terrible teacher. And none of the students liked him as a teacher. He wouldn't prepare for his classes. He would never grade the papers. He was disorganized in his lectures. And at every level of evaluation, this was a terrible teacher. But you cannot fire a saint. So they promoted him. They created a position with huge long title. They made his office even nicer. And they let him do public relations for the school. He would speak at conferences and write papers. And they told him he was too important to teach. And he actually believed. It's hard to fire a bet. But for the good of our students, we sometimes have to find a way. And I would suggest this needs to be part of your constitution. That you will only have teachers who... And if they do not fit the picture that you were painting... And if you have an institutionally legal way to set them aside. But you can't promote them. I just want to add a little thing which might be also helpful. And we might talk next year noted. Because this also goes back to the relationship between the academic leader and the faculty. And how much time do we invest in the faculty to make them part of the institution? And then if somebody feels, cannot be part of our vision, mission and faculty and teaching. And if we do everything together, then the person might even say, I'm leaving. Because I agree with Steve, it's very difficult to hire... That we have the opportunity to say, I mean, gentle and with respect and everything. That somebody might not be suitable for our institution. Maybe there's another institution that the person can teach. We must raise a person to realize our expectations for the role he will play. And we believe that there are some other people who can teach. Может его отправить на сафари в Африку и дать, чтобы у вас были в Африке. У нас есть время на один очень короткий вопрос. Был ли у вас опыт создания учебных планов с нуля и с чем это было связано? Или вы в основном опирались на уже существующие учебные планы какие-то? То есть реорганизовывали, преобразовывали. Как я уже говорил, два раза я создавал с нуля, и первый раз это было ужасно. Потому что я не знал, что я делал. В Южной Африке я недавно встретился с семинарией. И там была школа, которая отделилась от другой школы. Она хотела быть более святой, чем другая. Я встретился с их преподавателем. И декан сказал мне, «Ты путешествовал по всей Африке. Пожалуйста, напиши для нас идеальный учебный план, который бы работал в Африке». И я минуту подумал и ответил. Я бы так не делал. Потому что если бы это даже на сегодняшний день был самый актуальный и правильный учебный план, даже через пять лет уже пришлось бы все менять. Так что, в принципе, хорошее начало — это уже переосмыслить, что было доброго раньше. Я бы не начинал с нуля. Я бы начал одалживать у кого-то людей и заимствовать. И начал бы просто что-то делать. И, конечно, с начала будет все не очень хорошо. И, конечно, с начала будет все не очень хорошо. Может даже не самая лучшая идея будет приходиться. Но с самого начала я бы начал переосмыслить что-то. Потому что не только вот это конкретное занятие лучше должно быть. Наши студенты меняются. И как окружение, в котором работают наши студенты, меняются, мы хотим встроить структуру нашего расписания процессы и инструменты, навыки, которые позволят нам самим меняться в соответствии со временем. То есть, если вы начинаете с нуля, заимствуйте. А потом улучшайте. Это будет мой совет. Хорошо. Спасибо, друзья. Хорошо. Спасибо, друзья. Я думаю... Танас, у нас есть кофе?